Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Как мужчине в условиях самоизоляции избавиться от депрессии и злобы после расставания с девочкой? Пишите вы. Ну, во-первых, депрессия есть психическое заболевание, которое необходимо диагностировать. И, соответственно, если диагноз подтвердится, то назначается лечение. Вы не можете, если не слаб, просто решить самостоятельно для себя, что у вас депрессия, и действовать так, как будто она у вас есть. Потому что депрессия – это заболевание. И заболевание – это достаточно серьёзное и, соответственно, лечится оно во многом так же, как и любое другое заболевание. Потому что психические болезни, они по своей определённой сфере проявлений и симптоматик не отличаются от любого другого заболевания. Поэтому пока у вас, пока если у вас диагноза нет, то говорить о том, что у вас именно депрессия, наверное, нельзя. Вот. Можно говорить о наличии депрессивного состояния, например, можно говорить об этом. Можно говорить о том, что у вас состояние подавленности присутствует – это безусловно. Но говорить о депрессии нельзя. Ещё один важный момент, который не всегда чётко достаточно понимается людьми – этот момент связан с тем, что если у вас депрессия, то психолог вам несколько противопоказан. То есть вы не можете работать с психологом, если у вас есть депрессия. И уж совершенно точно в таком случае, в случае, если у вас депрессия, психолог не может давать вам никаких рекомендаций. Поэтому вот тут получается, что вы сами себе вредите тем, что вы называете у себя депрессией. Но вредите именно в контексте обращения к психологу. Дальше. Что касается злобы. То есть злобы из-за того, что произошло. Ну, в первую очередь, конечно, злоб нужно прожить. Вне всякого сомнения. В первую очередь злоб нужно прожить. То есть её нужно, что называется, полностью отреагировать. Вот. Чтобы она перестала вам мешать. Чтобы она перестала влиять на ваше состояние. Чтобы она перестала как-то вот давлить нормально, скажем так. А то есть это в первую очередь именно вот отреагирование. Необходимость отреагировать. Необходимость отреагировать. То, что вы чувствуете. То это злость, что вы чувствуете. Выплеснуть эту злость, выразить её, выкричать её, если нужно. Вот. Иногда помогают хорошо какие-то физические вещи. Ну, физические типа. Агрессивное какое-то поведение. Дальше. Обратите внимание на то, что это началось после расставания с девушкой. То есть расставание девушки повлияло на вас. Сейчас я забегаю чуть вперёд. Хочу сказать, что вы описываете такие вещи. Как санаценка, да? Ощущение. Злость. И ощущение запортости. Так вот. При условии, что вы, как вы говорите. Безумно любили. Её безумно любили девушку. Я предполагаю, что речь идёт не совсем о любви, а о любовной зависимости. Я предполагаю, что у девушки вы видели возможность решить некую свою проблематику. У девушки вы видели некоторую возможность компенсировать, купировать свои собственные проблемы. Потому что самооценка и отчаяние, злость не возникают. Просто так, с нарваном. Очевидно, что у вашей безумной любви есть обратная сторона. Это вот, как раз таки, вот эти вот негативные вещи. Потому что любовь. Это готовность опустить. Если это любовь. Вы описываете больше страсть. Вы описываете больше привязанность к человеку. И я не говорю, что это плохо. Поймите правило. Это неплохо. Но момент в том, что путать в данном случае естественные вещи, которые умеренно развиваются в процессе отношений. Это одно. А говорить об акцентрировании каких-то моментов. Понимаете? Это совсем другое. И вот здесь, когда вы говорите, что любил безумно, а потом отчаяние, низкая самооценка и злость. Это все-таки больше свидетельствует о том, что вами девочка воспринималась не как объект, допустим, развития, объект приложения неких позитивных, развивающих историй с вашей стороны. А как больше предмет собственничества, как, так сказать, предмет обладания, желания обладания. Вот. И, ну, да, может быть идеализация какая-то, может быть восторг. Вот. Обратите внимание, что человек по сути находится в своем праве. Она в праве сказать что угодно, она в праве уйти, она в праве, в принципе, даже не объяснять вам, почему. То есть, ну, конечно, хотелось бы, но человек в праве не объяснять, почему он в личной жизни поступает вот таким, так или иначе. Потому что, ну, на то это и личная жизнь, что по факту никак не регламентироваться извиняется. Человек полностью сам себе хозяин, соответственно. И, как бы, девушка воспользовала своим правом, неважно из-за карантина или нет. И он, в общем-то, просто решил отношения завершить. Ну, не подходят. Они есть. Вот. Опять же, вы ничего не пишете, не пишете про время, вы ничего не пишете про то, сколько вы вместе. То есть, если, например, вы имеете пару недель и, ну, я имею в виду в таких вот сверхсерезных отношениях, да, более-менее, то, ну, в две недели и потом начался карантин. Действительно, словно, это негативно сказывать на отношениях, потому что вы еще друг к другу не привыкли, вы еще, ваши отношения еще недостаточно крепкие, чтобы выдерживать расстояние. Плюс, не следует забывать про темперамент и потребности и ценности человека. Например, для девочки, по-другому, отношения могут выглядеть, мягко говоря, странно. Вот. Поэтому я бы, вот, больше обратил бы здесь внимание именно, именно, именно на себя, да, на источники вашей злости. Источники злости могут быть разные. В данном случае речь может идти как о глобальной такой потере почвы под ногами, да, о потере некого грамотворя, когда, допустим, через девочку вы справлялись с тем негативом, который у вас есть, еще до нее, который был. Компенсировали те слабые, уязвимые места у себя, которые у вас были. Вот. И, возможно, в девушке видели те качества, которые, ну, которых, по вашему мнению, не хватает вам. Вот. Так очень часто бывает. И, собственно, собственно, отчасти, отчасти, это является основанием для страсти. Вот. Не всегда, конечно, страсть это то, о чем я говорил только что, но, в общем-то, основание для страсти это добавляет. Вот. То есть вот вам нужно обратить внимание на вышеперечисленное мною как основание для злости и вам нужно обратить внимание на то, что злость может быть связана с какими-то еще проблемами. То есть в любом случае, если не слабые, это какие-то ваши трудности, ваши противоречия. И обратите внимание на это, в первую очередь, внимание. Ну, например, если, ну, решение, выбор девушки с вами больше не быть, с вами больше не встречаться, негативно влияет на вашу самооценку, то это значит, что с ней, с вашей самооценкой, что-то уже было не в порядке раньше. И проблема с умаценкой отчасти решилась за все девушки, но решились условно, то есть пока девушка была слабая. Самаоценка себе знать не давала, потому что было доказательство того, что это не так. Но девушка ушла и самооценка внука себе напомнила. То есть, по факту, вот это некое обесценивание себя, да, некое болезненное видение того, что с вами что-то не так, и, соответственно, в какой-то степени, в той или иной степени, восприятие девушки как инструмента, способа самооценку поднять. Значит, нужно здесь смотреть, с чем связана ваша нижняя самооценка, как она образуется и работать над ее повышением. Ни один человек, в том числе ваши романтические партнеры, не способны вашу самооценку исправить. Хотя, чисто субъективно, безусловно, кажется, что достаточно легко будет просто, то есть если я сомневаюсь в себе как мужчине, например, достаточно просто встретить девушку, которая бы согласилась быть с нами, да, со мной, для того, чтобы самооценку как-то компенсировать. То есть, чисто вот субъективной стороны это, безусловно, выглядит достаточно, ну, достаточно легко, достаточно легко в плане возможности это вполне возможно сделать. Ну, как бы, на самом деле нет. Вы сейчас можете это наблюдать. Следующий момент, несколько деликатный, потому что о нем вы не говорили прямо, но отчаяние и ваше восприятие четырех стен косвенно навело меня на мысль об экзистенциальном кризисе, то есть отсутствие ваших собственных целей и смыслов, ради чего вы, например, организовываете свою деятельность, ради чего вы, например, ну, прилагаете какие-то усилия. Вот, это важно. Если есть экзистенциальный кризис, если есть какие-то трудности, то необходимо с этим работать, потому что есть у меня ощущение, что, девочки, вы увидели смысл своей жизни. Я рад был бы ошибаться, я рад был бы быть не прав, но мне очень сильно показалось, что вы, вот, у девушки увидели именно, ну, возможность для себя обрести свой личный смысл, свой жизненный смысл. И теперь, когда ее в отношениях с вами не устало, когда она решила уйти, а могла уйти она именно из-за того, что почувствовала, что вы в ней достаточно остро нуждаетесь, вы вновь оказались потерянным, вновь оказались растерянным, не знающим, что вам дальше делать и куда вам идти. Ну, последнее, что я хочу сказать, оно, в принципе, в той или иной степени перекликается с тем, что я уже говорил до этого, оно несколько обобщает материал. Легче всего вам будет ответить на вопрос, как меня задел уход девушки. Что я запрещаю своей девушке делать в отношении меня, что вызывает злость. То есть, злит именно злость вызывает то, когда вы психологически запрещаете другому человеку что-то делать, а он это делает. То есть, условно, если я безумно люблю девушку, то она не имеет права уйти, например. Или она, там, не имеет права уйти вот таким-то, таким-то способом. Вот. И вот на этот вопрос вам будет легче всего ответить. Попробуйте. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. В завершении хотелось бы сказать, что психологи не дают советов. То есть, вы просто советов у психологов. К сожалению, несколько зря психолог помогает разобраться в себе, но не дают советов. Поэтому на этот момент вам тоже дать обратную связь не получится с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Но мы можем поработать. Не мы. Мы, означает не я и вы, а мы, в смысле, я и мои коллеги. То есть, вы и тот психолог, которого вы выберете себе для психотерапии, можете поработать над выходом из этого состояния. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.